приветствую всех на канале цветочница оля сегодня у нас 28 января идет дождь со снегом правда снег тает на лету но погодка не очень сыра хотела показать вам что все таки чувствуется приближение весны хотя еще целый месяц зимы официально впереди ну вот уже луковичные ждать не хотят они везде такими дружными отрядами всходят вот это и берез забыла сказать начале видео лириопива риегатная вот листья сохраняет всю зиму несмотря даже на морозы у кого-то очень нравится пока кустик молодой будет очень красивый немножечко хочу остановиться на мшанке потому что по ней немало вопросов особенно как она себя чувствует на нашем южном палящем солнце ну вот если ее поливать хотя бы через день то чувствует она себя прекрасно на солнце и даже лучше потому что она будет расти таким плотным ковриком а в тени или полу тени будет более рыхлая вот у меня был даже один комментарий с которым я не согласна что мшанка это такой сорняк который заполонит весь сад и ты просто от него не избавишься не могу сказать что она у меня заполоняет хотя мне этого очень хочется я хочу чтобы она заполнила мне вот сейчас покажу сюда пройду на эту дорожку вот хочу чтобы вот эти щели она заполнила я буду подсаживать ее специально беру кусочки от своих вот этих небольших пока поляна и подсаживаю туда куда мне надо сейчас я пройду и покажу немножко покажу еще вот эту веронику почвопокровную которая тоже уже на бутонах и хочет цвести но это еще не ее время поэтому пока она ждет а вот сейчас пройдем чуть дальше вот здесь у меня растет еще одна вот это другой сорт и она на солнце вроде бы но более рыхлая ее я не размножаю от нее не щипаю пусть уже конечно растет избавляться не буду ну сорт так себе а сейчас покажу именно свою любимую вот она уже там виднеется сейчас пройдем снежок уже немножечко даже притрусил здесь у нас белоцветники взошли вот эта мшанка мне нравится больше всех вот у нее такой изумрудный плотный плотный ковер и вот если присмотреться поближе то видно что через нее уже проросли крокус и а вот здесь как раз немножечко проскочила кусочки которые я уже подсаживала вот по пучку сюда воткнула не так не спеша разрастаются еще хотела показать как в озонах начинают обрастать суккуленты вот такие уже молоденькие розочки ну на клумбах то они уже давно себя проявили в озонах чуть позже начинают ну тоже уже стремятся алюм и зашли это белые а вот это лук шуберта тоже по научному алюм зашел еще с осени обычно он так не делает но почему-то в этом году куда-то он разогнался и на мороз я прикрывала его пластиковым ведерком боялась что не выдержит ну нормально листья абсолютно целые невредимые еще мне очень нравится вот это почвопокровное растение думаю многие узнали это и сколько весной цветет такими красивыми белыми цветочками ковром сплошным белым ковром это очень красиво смотрится и зимой листья у нее не отмирают ну и не перестаю хвалить живучку это просто супер почвопокровное растение которое выдерживает морозы всякие непогоды вот она бодренькая совершенно не пострадала вот снежок присыпал не видно что листья у него хорошие красивые снежок все сыпет и сыпет еще были вопросы по штамповым розам как они у меня зимуют что я с ними делаю но со второго года жизни я в принципе ничего с ими не делаю кроме стрижки и подкормки и все это будет весной вот так они у меня уходят в зиму кроме тех которые молоденькие однолетние саженцы вот видно слева лежит комочек я ближе подойду расскажу подробней это розочка на штамбе была посажена осенью а вот это посмотрите какой здесь толстый ствол я даже не представляю честно говоря как его можно согнуть и вот вместе прививки в местах прививок тоже уже все такое толстая мощная весной я сделаю корректирующую стрижку и подкормлю удобрениями ну это все весной я покажу вот слева роза rapsodian blue на штамбе это я сказала уже наверно до heavenly pink моя любимица дальше у нас за ней идет почва покровная на штамбе книг роза это розариум ютерсен или ютерзен так до сих пор я не знаю споры идут как правильно произносить и читать я сильно не заморачиваюсь вот это молоденькая которая укутала голову и пригнула вот все это сделано для того чтобы если вдруг сильный мороз то прививки очень тонкие молоденькие они могут конечно подмерзнуть но когда они взрослеют уже утолщаются уплотняются то в принципе мороз им не страшен вот здесь тоже здесь я даже сказала бы что у меня получилось увеличилась высота розы за счет того что место прививки вот не знаю как мне к ней поступить подступиться вот от места прививки ветка пошла еще сама вот так расти вверх и получилось еще выше тоже очень нравится мне этот сорт пышное обильное цветение шикарная вот если будете сажать рекомендую да в принципе ее можно и не на штамбе посадить она очень украсит ваш сад не очень мне конечно нравятся все вот эти укрытия в саду но что делать придется немножко потерпеть зато в следующую зиму она уже будет как все остальные зимовать на своей опоре барбарисы с ягодками очень красиво смотрятся зимой и еще вот этот почвопокровный товарищ меня восхищает ну на этом буду с вами прощаться всем пока пока и от чарли нашего любимчика до новых встреч друзья